ассаляму алейкум здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас очередной урок по арабскому языку по учебнику муалим фани и сегодня мы с вами пройдем новую букву очередную букву это буква прежде чем прочитать эти слова хотел бы как всегда попросить всех вас поставить лайк к этому видео и оставлять свои комментарии под этим видео заранее всем спасибо кто еще не подписан на мой youtube канал просьба подписаться для начала давайте повторим те буквы которые мы с вами прошли это буква алиф буква ра буква за буква мим буква та буква нун буква я буква ба буква каф буква лям и буква уау сегодня у нас буква х буква х она мягкая на выдохе произносится при произношении этой буквы гортан не надо напрягать буква х она двухсторонная то есть в письменности или в письме соединяется как с предыдущей буквой так и из последующей буквой и так х х х х и х х первое слово хаб вот в алфавитной форме она так пишется как в виде капли а в начале слова буква х пишется вот так хаб здесь буква не оглушаем то есть не хаб а хаб дальше хам при произношении буквой х и здесь и здесь не над не надо напрягать гортань то есть х хам хам дальше идем халь здесь букву лам произносим мягкой то есть не хал а хал хал ударение делаем на букву лам потому что она с укуном здесь ударение на букву мим здесь на букву ба дальше идем хуа хуа здесь уже ударение идет на букву на букву х или на даму то есть не хуа а хуа букву вау произносим правильно то есть мягко хуа ни дамму ни фатху не тянем хуа дальше идем хиа здесь опять же ударение идет на первую букву или на первую огласовку можно сказать хиа вот так ни хиа а хиа ни касру ни фатху не тянем дальше идем хум хум здесь букву ха как всегда произносим правильно то есть мягко ударение делаем на букву мим потому что она с укуном дальше теперь идем зу 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 вот х получается опять же не надо напрягать гортан то есть не зу 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 здесь буква за не соединяется с буквой х потому что буква х после буквы за буква за она односторонная как я говорил она соединяется только с предыдущей буквой поэтому здесь букву х пишем алфавитную форму то есть вот такую форму только здесь с укуном дальше идем ахам ахам олив не соединяется с буквой х потому что буква х после буквы олив ахам букву х произносим опять же правильно то есть мягко не напрягая гортань дальше уа хаб букву вау как всегда произносим правильно то есть мягко не ва хаб а уа хаб буква вау не соединяется с буквой х потому что буква х после буквы вау здесь букву ба не оглушаем то есть него хаб а уа хаб дальше ля хаб здесь уже вместо буквой вау сайт буквалям уже буквалям соединяется с буквой х буква х в середине слова пишется вот так то есть в начале так середине вот так получается ля хаб здесь фатха над буквой лям приобретает оттенок я то есть ля не ла хаб а ля хаб и букву ба не оглушаем то есть не ла хаб а ла хаб ла хаб вот так дальше идем ва хам буква вау не соединяется с буквой х потому что буква х после буквой вау букву вау произносим мягко и букву х тоже мягко то есть не ва хам а уа хам уа хам дальше ля хум опять же фатха над буквой лам приобретает оттенок я как вот в этом случае букву х произносим правильно то есть не напрягая гортань ля хум ля хум дальше би хим би хим здесь и здесь и здесь ударение и здесь на букву на конечную букву то есть на ту букву которая с суккуном здесь было ля хаб ва хам ля хум би хим вот так дальше идем минху ударение идет на букву нун потому что она с суккуном теперь в конце слова буква х пишется вот так получается в начале вот так в середине вот так в конце вот так а алфавитная форма вот так минху не минху не надо напрягать гортань минху минху дальше минху минху вот так здесь может как бы два ударения можно так сказать и на букву нун и на букву мим потому что эти обе буквы с идут суккуном минху вот так получается дальше или и здесь алиф не соединяется с буквой лям потому что буквой лям после буквы алиф вJa FATHA над буквой лям приобретает оттенок я ИЛЯ то есть не ИЛАЯиХИ а ИЛАЙИХИобукву Х упаковка на выдохме мягко ИЛАЙИХИйiments Опять же, буква алиф не соединяется с буквой лам. Фатха над буквой лам приобретает оттенок я. Илайхим. И последнее слово. Амхилхум. Алиф не соединяется с буквой мим, потому что буквой мим после буквы алиф. Ха и здесь, и здесь звучит одинаково, то есть мягко. Букву лам тоже произносим мягко. То есть не амхилхум, а амхилхум. Вот так. Теперь каждое из этих слов по три раза прочитаю. Хал Хуа 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 Хиа 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 Хуа 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 Зух 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 Ахам Хуа 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 Вот так могут быть. Здесь с укуном. Итак, еще раз прочитаю это слово. Ахам Дальше идем. wahab lahab waham waham lahum 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 bihim 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 minhuh minhu minhu minhum 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 ilayhi 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 ilayhi